Всем привет! Это ЦСКА Баскет-шоу. Пятый матч финальной серии между московским ЦСКА и питерским Зенитом состоится сегодня здесь. Наш прекрасный гость – это бронзовый призер командного чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин. Саша, привет! Здравствуйте! Спасибо, что ты к нам пришел. А были какие-то события, спортивные состязания, на которых ты был зрителем, болельщиком? Вернемся к сегодняшнему дню. Такое ощущение, как будто я попадаю только на самые крупные турниры. Вот я был на чемпионате мира по футболу в 2018 году. И вот теперь следующий матч, на который я пришел, это сегодня. Сегодня и сразу на финал, и ожидания самые большие. Ты в баскетбол, я так понимаю, не играл? Нет. А как думаешь, мог бы ли ты играть в баскетбол на таком уровне, как играют наши ребята? Есть некоторые сомнения в плане роста. Вот, насчет роста. Я знаю, что твой рост, это я узнал из открытых источников, 178 сантиметров. 179. 179. Я подрос. Прости, прости, пожалуйста. Получается, что тот самый автор этого невероятного броска трехочкового, Каспер Уэйр, 178 сантиметров. Так ты, получается, выше его. Ты мог бы быть прекрасным разыгрывающим. Мне уже нравится фраза, что я выше него. На этом мы и остановимся. Я вспомнил то, что я ходил в парке Горького несколько лет назад, проводили тренировку для всех желающих по баскетболу и ССК. Я на ней присутствовал, да, я помню. Было очень интересно. Впечатления тоже были приятные довольно-таки. У нас сегодня необычный гость. Я скажу об этом сразу. Дело в том, что ко дню защиты детей прошла благодарительная акция. Объединенный народный фронт провел акцию, которая называется «100 желаний для детей». И в гостях у нас сегодня Валерий Борисенко. Валера, привет. Здравствуйте. Сразу скажу, что Валера выбрал очень интересное желание. И желание это состояло в том, чтобы познакомиться и потренироваться с баскетбольным клубом ССК. С кем познакомился? Давай по порядку. Я познакомился с Алексеем Шведом. Это мой любимый игрок с начала моих тренировок по баскетболу. Это можно заметить. Да, следил за ним все время. Он мне рассказал много чего интересного. Как играть в Америке, как играют тут. Вот. Было интересно наблюдать, как они тренируются. То есть тренировка состоит не в том, чтобы бегать 3 часа, какие-то выполнять физические сложные укрочнения. Они пришли, обсудили тактику, все все поняли и разошлись. Я думаю, так и должны проходить тренировки, потому что если загружать людей, то понятно, что результат будет не самый лучший. Давай так. Моделируем ситуацию, что ССК побеждает. А как ты будешь радоваться? Радоваться. У нас есть отличная возможность порепетировать это. Я, например, буду... Да! Вот так вот как-то. Нет, это не громко, Валера. Это не громко. Давай еще раз, заново. Сделай вид, как в Man in Black. Сделай вид, что этого не было. Давай еще раз. Я буду радоваться примерно... Да! Да! Совсем другой настрой. Да, потому что команда любимая моя. И я хочу, чтобы они победили. Наш следующий гость – олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы – Никита Нагорный. Никита, привет! Привет! Я рад тебя видеть. Спасибо, что пришел к нам в гости. Знакомь ли ты с баскетболом? Бывал ли ты на баскетболе уже раньше? Я раскрываю тайну. Я впервые вообще нахожусь на игре, вживую буду смотреть. Я, конечно, смотрел по телевизору и предыдущую игру ЦСКА смотрел тяжелую, два овертайма. Это, конечно, невероятные эмоции, но я себе просто задал вопрос. Если я хочу, чтобы у нас было больше зрителей по спортивной гимнастике, почему я не хожу на другие масштабные мероприятия, такие, допустим, как сейчас? О, ну ты смотри, кто к нам пришел. Это конь, просто конь, привет. В присутствии него надо говорить, знаю, все, я все слышал, я в куртачек. Да, а то будет плохо, да? Как кто у тебя любимый игрок? Ну, наверное, как и для многих, это швед. Смог бы ли ты играть в баскетбол? Ну, мы, мне кажется, играем во всем видах спорта, и, ну, я имею в виду игровые, в том числе и баскетбол тоже. Конечно, с моим ростом мне, наверное, тяжело будет, но я знаю, что есть много игроков, не очень высокие, которые находят свое место в команде. Бросал, так скажем, мяч в кольцо, и даже вот так вот между ног делал, со своими короткими ногами, у меня даже это получалось. Поэтому думаю, что смог бы. Анна Буркина. Анна, добрый вечер. Спасибо, что к нам пришли. Руководитель группы поддержки ЦСКА. А для девушек, которые выступают на протяжении всего матча, для них это тоже какой-то особенный опыт выступления при таком количестве зрителей? Конечно, но, во-первых, для них каждый матч должен быть особенным. Неважно, выступают они, когда на них один человек смотрит или вообще пустой зал. Потому что они делают свою работу и делают это с большим желанием, поэтому они здесь и находятся. Вот. И, естественно, когда полный зал, у тебя зашкаливает адреналин, и ты должен вот эти все эмоции показать и выплеснуть. Поделиться ими со зрителями. Да, со зрителями и с командой. И такие эмоции здесь какие-то особые номера готовили? Конечно, все будет по ситуации. У нас всегда приготовлены... У вас всегда есть новинка. Да. На каждый матч новинка. И вообще мы каждый матч, особенно когда идет третья, четвертая четверть, когда еще начинается борьба, вот мы делаем определенные тайм-ауты, чтобы, как я уже повторилась, передать свои эмоции зрителям, команде, завести весь зал, создать вот эту общую атмосферу для победы. Танец с Денисом Дороковым. Да. Он состоится все-таки? Да. Я знаю, что девочки не могут просто выйти и просто станцевать, не отрепетировать. Это все очень сложная, кропотливая, длительная, тяжелая работа. Тяни С Дороковым. Как обстоят дела с ним? Слушайте... Это тоже работа или это такая импровизация, это экспром? Вообще мы планировали, что это будет как импровизация какая-то, но он настолько ответственно подошел к тому, что будет третьей четверти в перерыве, что ему вообще низкий поклон. Он... Я не ожидала, что такие люди настолько ответственны и подходят к такой работе. Это вообще кайф. Побольше реально таких людей нам. Ответственно подошел. И неужели вы сегодня весь день тренировались вместе с Денисом Дороковым? Я думаю, почему девочки такие веселые сейчас. Они все эмоции собирают, чтобы показать там на площадке все. Можете ли вы показать, как вы будете поддерживать команду и поддержать ее прямо сейчас для наших зрителей? Анна Буркина, руководитель группы поддержки ЦСКА. Спасибо большое. Спасибо вам всем. Спасибо. 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 Спасибо.